Марии Васильевне Вубликовой 95 лет. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор чувствует себя хорошо и сама встречает гостей у порога. На фронт Мария Васильевна попала, когда ей было всего 19 лет. Она отвечала за важное направление, обеспечивала фронт связью. В составе своего полка прошла Белоруссию, Польшу и завершила военный путь в Кёнигсберге. В землянках работали, шесть офицеров сзади, тут маленькая тумбочка, вот туда эти были телефоны на И-108, тяжелые, и у этих офицеров же такие же на тумбочках. И я передавала, закодировала все. Отец Николая Бомко принимал участие в Первой мировой. Сам Николай Корнеевич попал на фронт Великой Отечественной в 16 лет, накинув себе в военкомате лишний год. Строил укрепления против фашистов в Киеве, воевал на Южном Донбассе, освобождал Крым, участвовал в штурме Севастополя. Завершил победоносный воинский путь в Берлине. Командовал взводом «Катюш», сея панику в рядах фашистов. Отец у меня старый солдат. Он был феверем в царской армии, воевал в Первую мировую войну, имел два боевых ордена Георгиевской коста. Он уже был ранен, тяжело больной. Сказал, правильно, сынок, иди. Кому-то же надо защищать Родину, не нам же, старикам. Иди. Но будь смелым, храбрым, не бойся. Имей в виду, что ты вскоре будешь офицером. Поэтому тем более должен показывать пример. Понял, понял. Ну, мама расплакалась, конечно, и все. 7 июля нас в военкомат записал, прибыл и отправили в воинскую часть. Тирану уже 93 года, но он активно участвует в жизни города. Встречается со школьниками, рассказывает о войне, посещает военно-патриотические мероприятия. То, что есть еще порох в Пороховницах, демонстрирует и сегодня. Самое главное, чтобы праздник 9 мая был не один раз в году, а чтобы он был постоянно. Потому что те люди, которые отстояли мир и свободу, достойны и заслуживают того, чтобы мы вспоминали о них каждый день. Вот это будет самой большой благодарностью этим нашим освободителям. Со стороны государства оказывается постоянная помощь участникам Великой Отечественной войны. И в целом у нас даже сегодня нет на учете ни одного ветерана, который бы нуждался в соответствии с действующим законодательством получения жилья. То есть те люди, которые состояли в очереди, в том числе муниципальные, они уже обеспечены жильем в полном объеме. Если выявляются новые обстоятельства, мы тоже берем их на учет. Социальные работники навещают героев войны регулярно и не только по праздникам. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Поэтому очень важно уделять им внимание, выполнять все просьбы и самое главное – хранить и передавать историю Великой Победы из поколения в поколение. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа.